Проходной двор. Именно так хозяйка местного притона Баба Нина называет свой дом. Сиротливое строение в микрорайоне Граевка словно магнитом притягивает лиц, недавно покинувших места лишения свободы, любителей выпивки и просто бездомных. Внутреннее убранство дома, кстати, бывшей школьной учительницы, также далеко от обыкновенного домашнего уюта. Частые гости здесь не бывают непрошенными татарами. Они в этом доме находят временный приют. В беседе с представителем правоохранительных органов выяснилось, что зачастую своих пришельцев Баба Нина никогда не знала. Я к вам не походила и говорила, как они тут двое. Валялись в кухне вот здесь. И когда сотка пошла, достала их под утро, то я на них прогнал. А кто они не знали. Вообще непонятные люди. Да. Впервые видели? Заглянули мне в маленькую комнатку, я уже не выглядела, а они там. Татуировки на руках у следующего героя нашего сюжета – отголоски криминального прошлого. У Александра за плечами 8 лет тюрьмы за грабежи и разбой, алкогольная нирвана и многочисленные приводы в милицию. Отрезляющим фактором для Александра стала смерть единственного родного человека – матери. Именно тогда молодой человек понял, что если он не перестанет злоупотреблять алкоголем и нетрудоустроится, то очень скоро снова окажется в местах не столь отдаленных. Сегодня молодой мужчина работает на Брестском мусороперерабатывающем заводе и надеется, что больше никогда не попадет в тюрьму. Ну не хочется туда. Что там делать? Потому что я буду работать. Наверное, у женщины себе какой-нибудь. Буду жить с ней. Семьер-голодец. В отношении лиц, которые имеют мотивацию для исправления органических дел, готовы оказать содействие в трудоустройстве. Для этого на территории области забронировано полторы тысячи рабочих мест. Если в прошлом году, в 2014, у нас прибыло из мест лишения свободы полторы тысячи граждан, половина была оказана помощь в трудоустройстве, из них в счет установленной брони было трудоустроено 128 человек. Сегодня для граждан, которые вышли из мест лишения свободы, сотрудники областного управления по труду и занятости и правоохранительных органов создают все условия для трудоустройства. Так называемую бронь, специально замороженную вакансию для бывших заключенных, держит ни много ни мало порядка 120 предприятий города. При условии, что в организации есть свободные места для работы. Кстати, зарплата для граждан с подмощенной репутацией может достигать 5 и более миллионов. Ограничений нет. От некогда приступивших закон требуется немного. В течение трех дней стать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и завязать с темным прошлым. Что мы предлагаем? В первую очередь, это вакансии по специальности, если она не утрачена. Если у гражданина профессиональный портрет и социальный портрет таков, что предложить ему что-то по имеющимся специальностям мы не можем, он всегда может в первоочередном порядке претендовать на обучение. Это получение специальностей рабочих, это каменщики, это водители-погрузчиков. Это разнообразнейшее по желанию гражданина то, что мы можем обеспечить в данный момент. В первую очередь зависит возможность трудоустройства от самого гражданина. Так как у нанимателя первый вопрос возникает, если есть запись в трудовой книжечке, это увольнение за прогулы, либо увольнение по приговору суда, сразу же возникает негативное отношение. Поэтому от гражданина зависит то, как настоятельно он будет трудоустраиваться. В случае нету трудоустройства осужденных, прибывших из мест лишения свободы, у нас есть правовой ресурс. Это направление в ЛТП, либо установление превентивного надзора. Если человек будет совершать административное правонарушение, за которое предусмотрен административный арест в состоянии алкогольного опьянения, данные граждане будут направляться, как я уже говорил, в лечебно-трудовой профилакторий, либо будет установлен им превентивный надзор, что повлечет за собой опять возврат в места лишения свободы. По статистике, около 70% нарушителей закона – лица, нигде не работающие и злоупотребляющие алкоголем. Как правило, после очередной алкогольной нирваны их определяют в лечебно-трудовой профилакторий. Однако приверженцам жизни на уровне перобытных инстинктов стоит поторопиться с определениями своего трудового статуса, поскольку закон о тунеясти в нашей стране уже совсем скоро обретет юридическую силу.